Значит, тема сегодняшнего моего рассказа небольшого это Serverless C-Sharp и я вам расскажу о чем это все. Зовут меня Максим Васищев, работаю я в Center of Excellence Solutions и занимаемся мы там самыми разными проектами. Я выполняю роль архитектора на разных проектах, он не привязан к какой-то технологии, поэтому имел возможность немножко сравнить, могу рассказать свои впечатления. Почему Serverless C-Sharp? Ну, в принципе, это .NET комьюнити, поэтому C-Sharp и Serverless популярный басборд, почему бы и нет, должны быть все заинтересованы, наверное. Поэтому я решил их совместить. Окей, для начала я расскажу, что такое Serverless и что это значит. Значит ли это, что у нас вот просто нет никаких серверов или что-то еще. Ну, кроме того, что это басборд, это подход к построению и к архитектуре приложений. В этом случае провайдер сервер-лес платформы менеджит все и прилагает усилия по управлению всей инфраструктурой, чтобы мы могли сосредоточиться на какой-то бизнес-цели, на реализации того, что нам нужно. Ну, фактически, да, сервера здесь все равно есть, просто код выполняется не на наших серверах, а на чьих-то еще. И Serverless это довольно обширное понятие, включает себя как кучу вещей, которые мы можем использовать в наших приложениях, таких как, например, AWS RDS или Azure SQL Server, так и Functions as a Service. Это одна из частей сервер-лес и это новый способ деплоить логику на стороне сервера. Этот подход ориентирован на индивидуальные функции, на операции и он немного отличается от классического подхода, когда серверная логика это какое-то приложение, которое обрабатывает много разных запросов. В этом случае каждая отдельная функция занимается какой-то одной задачей и это больше соответствует Single Responsibility принципу, что в принципе коррелирует с современными подходами по разработке приложений с переходом от Service Oriented Architecture к микросервисам. То есть базвордов можно напихать очень много. У Functions as a Service есть несколько специфичных вещей. Во-первых, это масштабирование, scaling. Как принято утверждать, функции масштабируются от нуля до много. Причем много это разное понятие для разных вендоров. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. И для того, чтобы ваши функции скелились, вам не нужно ничего конфигурировать. По умолчанию не нужно, но в принципе можно. Это тоже зависит от вендора. Следующая специфика это баблище. То есть вендоры хотят денег за выполнение функций. И как правило pricing модель для функций это оплата за количество вызовов и за количество потребленных ресурсов. Например, в AWS это 20 центов за миллион вызовов и какие-то там довольно сложно сказать 16 сто тысячных долларов за 1 гигабайт в секунду. Гигабайт в секунду это довольно таки непонятная вещь. Она означает потребление памяти в какую-то единицу времени, то есть сколько ваша функция выполнялась и сколько памяти ей потребовалось. Это все довольно сложно попытаться вычислить до того, как вы имеете приложение и в принципе я бы рекомендовал пробовать делать какие-то тесты для того, чтобы понять, что именно будет потреблять ваша функция. У большинства вендоров есть бесплатный уровень поддержки. Это для AWS и для Azure это миллион выполнений и 400 тысяч гигабайт в секунду в месяц. Для Google Cloud функций это 2 миллиона в месяц и 400 тысяч гигабайт в секунду. Разница допустим с Google Cloud в том, что они еще подсчитывают гигагерц секунды, то есть сколько циклов процессора использовала ваша функция. В общем их калькулятор становится немного сложнее. На первый взгляд может выглядеть адские гигабайт в секунду, гигагерц в секунду. Ужас, ужас, но на практике это приводит к тому, что небольшой сайт средней посещаемости. Мне сложно сказать насколько средний, но может быть достаточно посещаемый в среде программистов. Можно хостить фактически бесплатно, вкладываясь в эти рамки. Понятно, что если у вас там миллионы посетителей в месяц, то наверное вы уже не влезете в бесплатный и придется заплатить несколько долларов сверху. Основные вендоры, которых я бы хотел обсудить в презентации это Amazon со своим AWS Lambda, Microsoft с Azure Functions и Google Cloud Functions. Amazon был первый на рынке. Их AWS Lambda появилась в 2014. Фактически это сейчас синоним концепции серверлесс. И она продолжала быть таким единственным предложением на рынке, пока не появился Google Cloud Functions в 2016. и через некоторое время Microsoft догнал со своими Azure Functions. В чем разница? Google Cloud Functions с тех пор как вышла в феврале 2016 немножко вышла в альфе, немножко застряла в своем развитии. Бета-версия появилась в марте 2017, то есть год назад. Она до сих пор находится в бете, поддерживая только один рантайм, это Node.js версии 6.11.5 и имеет довольно мало коннекторов к остальным сервисам. В частности это продиктовано тем, что в Google Cloud не так много своих собственных сервисов. Если в AWS порядка сотни сервисов доступно сейчас, то в Google Cloud их намного меньше. AWS Lambda поддерживает целую кучу разных рантайм, начиная с Node.js, Java, Python, .NET Core 1 и 2 и Go. .NET Core 2 и Go вышли в General Approval, если не ошибаюсь 15 января этого года. Довольно свежая штука. И AWS имеет очень много возможностей по соединению с разными сервисами AWS. Имеется в виду чтение событий, запуск функций по каким-то событиям, взаимодействия с сервисами. Что касается Microsoft, то Azure Functions вышла с поддержкой целой кучи рантаймов. Но ситуация здесь немножко более сложная. В настоящий момент Azure Functions имеют две версии своего рантайма. В данном случае рантайм имеется в виду среда выполнения самих Azure Functions. Это 1x и 2x. 1x сейчас generally available, 2x находится в превью и Microsoft на всех ресурсах настоятельно не рекомендует использовать ее в продакшене. Каждый из этих сред поддерживает разные среды исполнения. 2x поддерживает Core 2.0, ноду восьмую и выше, и Java 8. А первый поддерживает .NET 4.6.1, F-Sharp как скрипты, ну или если скомпилирован то в .NET 4.6.1 и ноду шестую. Есть еще экспериментальная поддержка Python, PHP, TypeScript Hub и еще нескольких не очень интересных вещей. Но экспериментальная означает то, что оно не очень хорошо масштабируется, не поддерживает все типы соединений, то есть не может читать все данные. Например, Python там очень медленный, потому что она стартует среду Python на каждый вызов функции и, например, Python не может прочитать объект реквеста, если вызывается функция через HTTP binding. В общем, controversial. Давайте я попробую немножко показать, как оно выглядит на практике. Поскольку это Overview, то я не буду вдаваться в какие-то глубокие подробности. Нам понадобится консоль, чтобы посмотреть, что происходит. Это консоль AWS. Я нахожусь в регионе Лондон, что есть и Вест 2. В моих ламбда есть несколько функций, которые я создавал для теста недавно. И я попробую использовать .NET генератор, чтобы сгенерировать новую функцию. Скажите, вам видно консоль, которая должна была выехать сверху? Да, видно. О, чудесно. Я сомневался, влезет ли она в шеринг, потому что она в хитром в каком-то там режиме выезжает. Окей. Для того, чтобы эти темплейты были, нужно их сначала поставить .NET new и имя темплейтов. У меня они уже стоят. Они называют... Так, сейчас эту штуку уберу. Окей. Называется Lambo, да что-то там. Эта вещь поддерживается Amazon. Ну, в принципе, довольно удобно, чтобы начать работать с функциями с .NET. Я попробую создать простейшую AspNet Core веб-приложение. Посмотрим, что там делается. И воспользуюсь Visual Studio Code, чтобы посмотреть, что произошло. Сгенерировалась папка SRC, в которой находится код нужный для деплоймента. Здесь, значит, куча настроек. Вот эти JSON файлы. Это два entry-поинта. Один из них используется для самой функции, другой используется для локального локального выполнения функций и тестирования readme project файл AWS CloudFormation template. жаль, что не в YAML, но все равно угодится, который будет использоваться для деплоймента функций и стартап CSS, который стартует наше приложение. Дальше нужно будет вернуть все пакеты. Не должно долго занять. Готово. И что я хотел, я хотел немного отредактировать. Вот здесь в www.root находится само приложение, скрипты и в pages находится страница и код для приложения. Тут есть три страницы, ошибка индекса help. На help мы чего-нибудь поправим, чтобы было видно, что это мы только что сделали. и дальше мы можем деплоить. единственное, что для того, чтобы его задеплоить нам понадобится какое-то хранилище в которое будет залит архив с этой функцией и это хранилище желательно создать до. Мы будем использовать S3 это что-то вроде Azure Blobs как бы его назвать как бы его назвать он уже есть будет так окей у нас есть bucket он не публичный и deployment будет использовать мои credential для доступа к AWS консоль у меня уже настроена для консоль в смысле CLI амазона чтобы иметь доступ к моему аккаунту поэтому никакой публичности все защищено bucket у нас есть попробуем задеплоить тут нам понадобится обозвать как-нибудь CloudFormationStack в принципе это не важно какое имя за исключением того что оно должно быть уникальным в рамках вашего аккаунта и если не ошибаюсь региона и bucket name у нас был что эта штука внутри выполняет она сначала публикует .NET Core приложение .NET Core приложение self running получается потом архивирует его загружает в S3 запускает CloudFormation стэк на выполнение CloudFormation это вот этот вот темплейт который описывает что конкретно должно быть создано и откуда я пойду посмотрю что там с ним происходит окей CloudFormation стэк пошел создаваться созданы пару ролей но для удобства в консоли статус CloudFormation стэка обновляется в live режиме для того чтобы это приложение работало создается целая куча ресурсов сама функция по себе она не очень много приносит пользы если она не соединена каким-то образом с потребителями в данном случае потребителем у нас будет браузер и для того чтобы он мог достучаться до функции нам понадобится API Gateway который будет перенаправлять запросы API Gateway может заниматься авторизацией и прочими веселыми вещами у нас 28 уровень класс create complete стэк создался можем пойти посмотреть на API Gateway который из них наш вот этот serverless.net community стэк Gateway имеет много разных вещей но нас сейчас интересует возможность посмотреть на готовое приложение и он имеет две стадии это stage production мы сейчас интересуемся продакшеном и на продакшене находится вот такое чудесное приложение функциональности здесь немного две страницы но оно уже работает на AWS лямбда платформе и платите вы мы за каждое выполнение вот я накликал десять раз осталось девять миллионов девятьсот тысяч девятьсот в общем да что еще я хотел бы показать так это возможности работы с azure для этого мы пойдем в портал azure azure при работе azure functions продерживается похожего подхода о том как можно деплоить вообще функции я расскажу чуть чуть позднее у меня есть пара отдельных слайдов на этот счет но пока я попробую создать одну из самых простых функций не такую сложную как с amazon потому что я не смог найти быстро каких-то готовых темплейтов с AspNet Core веб-приложениями тем более что runtime 2.0 еще пока в бете и это нужен был бы 4.6.1 а его не так просто запускать stand-alone нам понадобится новый compute ресурс и это должен быть function app все работа в Azure начинается с того что нужен function app ok такое имя есть чудесно создадим новую ресурс группу попробуем ну попробуем на линуксе нет не будем пробовать на линуксе central us west europe always storage application insights сам Azure по впечатлениям работает немного медленнее в том числе deployment и сам портал сейчас деплоится разворачивается инфраструктура для ваших функций функций как таковой все еще не существует и она будет и вам нужно будет создавать позднее то есть то что сейчас делает Azure у себя под капотом это создает инфраструктуру как он собирается масштабировать и поддерживать ваши будущие функции да про особенности масштабирования разных провайдеров я расскажу чуть позднее там есть очень интересные результаты и в принципе это может быть одним из ключевых факторов для рассмотрения того подходит ли вам сервер лес платформа или не очень функцию мы в Azure будем создавать с помощью встроенного редактора что там долго недолго о чудесно вот приложение которое было создана для нас в нем ничего нет есть какие-то параметры есть настройки как именно оно скрипит лица. Здесь есть два таких понятия App Service Plan. App Service Plan довольно распространенное понятие в Azure и оно обозначает каким образом будут с вас брать деньги за какие ресурсы. Функции могут выполняться либо в consumption плане, либо в dedicated, если не ошибаюсь, когда определенные ресурсы за вами зарезервированы. Но это в некотором роде переводит ваши функции из разряда functions of the service в обычный хостинг, потому что в таком случае вы начинаете платить стабильную арендную плату помесячно, то есть там скажем 130 баксов за сервер такой-то величины и масштабироваться ваша функция за пределы этого сервера не будет. Для чего это сделано, пока что я не совсем понимаю. Нам понадобится какая-то простейшая функция здесь, которая будет вызываться и может быть вызвана из браузера. Использовать будем C-Sharp. И выглядит она примерно вот так. Здесь есть просмотрщик файлов, которые входят в комплект. Можно эти файлы загружать, можно скачать и есть возможность протестировать. Единственное, что мы попробуем тоже что-то поменять. это запрос. И здесь мы в теле функции пытаемся сочетать имя из параметров и потом либо вернуть его, либо сказать, что никакого имени не пришло. Да, никакого имени не пришло. Редактор у них немножко ограниченный, мне очень нравится. И кроме того, использование редактора не предполагает, что вы можете построить какой-то внятный SDLC, с Continuous Integration, с отслеживанием качества кода и так далее. Максимум, для чего он подходит, это быстро проверить какой-то концепт, сделать MVP, какой-то прототип, но не более того. И кроме того, когда вы начинаете использовать continuous deployment какого-то вида, использовать редактор вы больше не сможете, чтобы отредактировать то, что уже готово. окей. Он должен нас приветствовать из .NET комьюнити. Попробуем скопировать URL. И нам нужно передать какое-то имя. Собственно, все. Все, что вы меняете, фактически становится тотчас же задеплоено. и задеплоено и работает. То есть, для того, чтобы поднять что-то в functions, особо долго мучиться не приходится. Единственное, с чем придется потом мучиться, это с настройкой всего, чтобы оно работало то, как вам нужно. Что касается редактора встроенного, то в Amazon редактор немножко более развитый. Они в конце прошлого года добавили свой Cloud9 Code Editor прямо в консоль. Единственное, его недостаток для .NET-чиков, это то, что он C-Sharp не поддерживает. Давайте я вам покажу, как он выглядит для ноды. Попробуем скопировать. Он примерно так очень напоминает типичные IDE. Можно редактировать файлы, управлять фактически какой-то частью дискового пространства. Имеет какие-то completion, что-то поддерживает. В общем, довольно удобная штука. Тестировать. Тоже можно задавать разные параметры, выполнять функцию, смотреть, что происходит и так далее. Еще одна из очень интересных вещей – это примеры. Когда вы можете посмотреть, на основании чего построить функцию, какие возможности. потому что документации – документации, но примеров очень часто не хватает. В AWS это называется Blueprints. Когда вы создаете функцию, можно поискать какой-то Blueprint. пример работы функции. К сожалению, по C-Sharp тут их нет. В основном они ориентируются на Python и Node.js. Но их достаточно много зато. Если мы говорим про Azure, то в Azure есть отдельный каталог с CodeSamples. Но, как это ни странно, для .NET тут тоже не так уж много. У них всего 14 сэмплов и из них не все .NET, скажем так, часть JavaScript. Ладно. Возвращаемся к презентации. По диплойменту. Какие еще есть опции, кроме редактирования прямо в портале? И вообще то, что было продемонстрировано, это я использовал .NET CLI, которая под капотом вызывала AWS CLI. Если мы не ограничиваемся .NET, то мы можем деплоить из консоли. Это то, что я пока продемонстрировал с Cloud9 Editor. Мы можем использовать AWS CloudFormation, который тоже .NET CLI используют под капотом. CloudFormation позволяет описать функции и их зависимости. Все это поставить в едином пакете и, если нужно, потом обновлять. То есть у вас обновилась функция, вы обновляете CloudFormation template, деплоите его и у вас недостающие ресурсы поднимаются. Те, которые вы убрали, удаляются. Это, в общем, magic. AWS SAM – это Serverless Application Model. CloudFormation template довольно многословный, когда дело идет о функциях. И это одна из попыток Амазона упростить эти темплейты. Что касается Azure, то тут примерно похожая ситуация. Мы можем прямо с портала накодить какую-то функцию. Можем настроить continuous deployment из любого Git-репозитория, когда по webhook Git будет инициировать deployment в Azure. Можем использовать zip push. Суть в том, что Azure CLI может запихать этот zip-архив в какой-то блок, и потом вы можете установить функцию из этого zip-архива. Недостаток этого подхода в том, что zip-архив должен быть определенного контента, и в документации пишут, что самый простой способ – это создать функцию, а потом ее скачать, и у вас получится такой zip-архив. И есть еще Azure Resource Manager – это ответ Microsoft на Amazon CloudFormation. И, в принципе, обладает он примерно похожими функциями. Опасности. Ни одна технология не приходит без каких-то подводных камней. Одна из них – это холодный старт. В принципе, это может быть абсолютный стоппер для вас, чтобы использовать functions as a service как платформу. Зависит от ситуации. Что такое cold start? Это ситуация, когда ваш код инициализируется. Например, AWS Lambda для инициализации сначала выделяет виртуальную машину, поднимает Linux-контейнер на ней, копирует ваш код в этот контейнер, запускает runtime языка, на котором код написан. Этот runtime загружает код, и после этого runtime инициализирует вашу функцию. Ну, там, конструкторы, что там у вас еще. Все это может занимать довольно много времени. И примерно похожая ситуация с Azure. Так как там принципы те же самые. Когда cold start происходит? Когда вы поменяли код функции? Когда вы поменяли конфигурацию функции? Когда ваши контейнеры, в которых ваша функция была, долгое время сидели без движения. То есть, если у вас было много контейнеров, которые отвечали на запросы, потом нагрузка спала, автоматический скейлинг заберет лишние контейнеры, которые не используются. И потом при росте нагрузки нужно будет их запускать заново. Кроме того, контейнеры собираются в любом случае, если они уже очень долго работали. Насколько я понимаю, это помогает в борьбе с утечками памяти. Скейлинг-аут это рост нагрузки, когда на функцию сваливается какое-то большое количество ивентов. Например, большое количество пользователей пришло или резкий рост нагрузки от других сервисов. Например, что касается expiration time, то эта функция не документирована в большинстве из провайдеров. Для Amazon это около 50 минут, что было установлено экспериментально. Что касается собирания контейнеров по возрасту, то это около нескольких часов. Эта опция тоже не документирована, сказать точно нельзя. Почему вообще беспокоиться об coldstart? В принципе, если coldstart добавляет 100 миллисекунд к времени выполнения вашей функции, то это может быть и не очень важно, если вы выполняете какие-то долго много идущие вычисления, то добавить 100 миллисекунд к двум секундам разница особо не меняет. Если приложение выполняет вашу функцию один раз, и оно не критично к разнице в сотню миллисекунд, это тоже может быть нормально. если ваши функции вызываются часто, то coldstart будет редким, поскольку контейнеры будут все время в ход состоянии. Но если вы вызываете функцию редко, и если функция в свою очередь вызывает другие функции, то все эти coldstart будут суммироваться, и тут нужно быть внимательным. Кроме того, coldstart может быть довольно длинным, если на запуске функции происходит какая-то загрузка зависимостей, инициализация, что имеет место быть в каких-то тяжеловесных фреймворках. Как с этой штукой можно бороться? В принципе, это несколько подходов. Они одинаковы для всех провайдеров. Во-первых, уменьшить количество кода своего собственного. Во-вторых, обрезать зависимости. То есть имеет смысл посмотреть, нужны ли вам все эти библиотеки. Если вы используете пару функций, почему бы не написать эти функции самим, уменьшив время запуска, время на загрузку дополнительных библиотек. Оптимизировать конструкторы. Посмотреть, оптимальный ли рантайм вы используете. Как правило, JavaScript, то есть нода, и Python стартуют намного быстрее, чем Java Virtual Machine или .NET CLR. Можно использовать ping-технику, какое-то событие, когда ваша функция понимает, что это событие всего лишь для того, чтобы держать ее живой, и она никаких вычислений не происходит, быстро возвращает какой-то результат. Нужно следить за тем, чтобы это не расходовало большое количество вызовов, но учитывая то, что миллион вызовов вам обойдутся в 20 центов, это не так уж критично. Еще одна из вещей, о которых стоит беспокоиться, это масштабирование. Несмотря на все рекламы того, что functions сервис, вам не нужно беспокоиться масштабирование, на практике бесконечного масштабирования существовать не может. И скажем, AWS Lambda имеет ограничение на количество одновременных вызовов всех функций в вашем аккаунте для каждого региона. По умолчанию это тысяча. то есть одновременно вы можете обрабатывать тысячу запросов. Это количество можно увеличить, написав support, но следует помнить о том, что это количество на все функции. И если ваша какая-то одна из функций сожрала весь лимит, то остальные функции работать не будут. Недавно Lambda платформа добавила такую штуку, как Reserved Concurrency. Она позволяет ограничить количество инстансов вашей функции. Но имплементация этой штуки довольно хитрая. Она ограничивает минимальное и максимальное одновременно. То есть не так удобно, как могло было быть. Что касается Azure Functions, то одна Function App может масштабироваться максимум до 200 инстансов. В настоящий момент, возможно, в будущем они это увеличат. Разница в том, что каждый отдельный инстанс может обрабатывать больше, чем одно сообщение или запрос. То есть они многопоточные в отличие от AWS. В AWS ваши функции ThreadSafe. В Azure Functions нет. И кроме того, в Azure Functions новые инстансы вашей Function Application могут быть добавлены не чаще, чем раз в 10 секунд. и сейчас это будет видно. Один хлопец с azurefromthetrenches.com блог недавно столкнулся с проблемой производительности функций и в конечном итоге это вывелось в серию постов, выдержку из которых я хотел бы привести. что касается Azure Runtime то вот как я уже говорил есть 1x и 2x 2x это который в превью и сейчас развивается и столкнулись с тем, что 2x имеет худшие характеристики производительности. 1x работает на платформе Windows 2x на Linux и видимо что-то пошло не так. вот эти графики отображают результаты выполнения простой функции. Все что она делает это возвращает Hello World строку. Нагрузка это 5-минутный тест с постепенным ростом количества одновременных доступов одновременных юзеров до сотни. Что касается 2x то здесь среднее среднее время ответа растет между полутора и двумя секундами. Для 1x среднее время ответа это от трехсот до четырехсот миллисекунд. есть смысл обратить внимание на шкалу, поскольку они чуть-чуть разные. То есть в одном случае это секунды, в другом сотни миллисекунд. идя дальше был проведен тест как себя ведут .NET рантаймы в Azure и AWS. Тоже интересные получились результаты. В Azure использовался 1x, тот который побыстрее. Он не поддерживает .NET Core, поэтому использовался .NET 4.6. в AWS использовался .NET Core 1.0. Тестовый запрос это было простейшее приложение, страница, которая на Get запрос загружала три ресурса из сторожа. Это Blob Storage в Azure или S3 в AWS. Загружала асинхронно, комбинировала их вместе, используя Handlebars и возвращала запрос как строку текста HTML. Здесь тоже шкалы разные. И сейчас я вам расскажу. Значит, сценарий работы, сценарий теста это 5-минутный тест до максимумов 500 пользователей одновременных. Слева это производительность, справа это throughput, то есть, количество обработанных запросов в единицу времени, секунду, в данном случае. и что касается интерпретации результатов, то AWS демонстрирует меньшие времен response time, то есть, .NET работает быстрее в AWS, он работает более стабильно, потому что в Azure мы можем видеть большие пики до 4-5 секунд, согласитесь, когда веб-приложение отвечает 5 секунд, это немного ненормально. И да, и все это отражается на количестве запросов, которые платформа способна обработать. Если в случае AWS производительность растет практически одновременно с количеством пользователей, то Azure все время немножко отстает. Следующий тест это резкая одновременная нагрузка тысяча пользователей. Тест тот же самый, три блоба в страницу и здесь мы видим примерно похожую ситуацию. AWS очень быстро выходит на стабильный response и обрабатывает запросы тоже стабильно. Azure подтягивается в течение 10 минут. Один из последних тестов это попытка сравнить Azure AWS и Google Cloud Functions с учетом того, что Google Cloud Functions не поддерживает ничего кроме ноды шестой, пришлось все переписать на шестую ноду. В итоге тест тот же самый это смешанная нагрузка с чтением из блобов из хранилища, которое предоставляет вендор забрать через handlebars и вернуть. То есть, какая-то типичная функция для публичного API какого-нибудь. Этот тест это начинается с 10 пользователей, добавляет 10 пользователей каждые 2 секунды, пока не доберется до 1000 еще одновременных. И что он показывает это резко рост это сценарий резкого роста нагрузки. Что мы тут видим, это то, что Lambda продолжает отвечать очень быстро, фактически быстрее любых других провайдеров. Google Cloud Functions приближается к ней в течение одной секунды. Azure Functions немножко страдает с ответом, но потом тоже приходит к Average Response Time около 200 миллисекунд. Единственное, что это занимает для Azure 10 минут длительность теста. Возможно, если это была проблема с конкретным приложением, то этот тест показывает, как работают сэмпл функции, которые предоставляют каждый из провайдеров, такие как вернуть строку Hello World на ноде. Тест это 400 одновременных пользователей, 5 минут. здесь такая же ситуация. AWS работает и масштабируется очень хорошо. Google Cloud Functions начинает погано, но потом догоняет. Azure Functions начинает не очень и подстраивается в течение 5 секунд. В принципе, из этого можно сделать вывод, что если вам не критичны резкие смены нагрузки, то масштабирование Azure Functions вполне может вас устроить. Если критична работа с резкими пиками, то тогда лучше обратить внимание на AWS Lambda. И к сожалению, сложно очень сравнить времена по разным рантаймам, но в целом, как я уже говорил, Node и Python работают быстрее. У меня не очень много было времени, поэтому мы уже приближаемся к концу и что бы я хотел просуммировать. Functions as a Service это новая парадигма, хорошо растет, очень многие сервисы сейчас на ней не построены, многие обращаются к микросервисам, легко создавать, легко менеджить, не надо большого overhead на мониторинг и прочее, но есть какие-то проблемы и микросервисы вас не спасут от вашего вашей способности писать код, то есть если в случае с большим приложением оно было написано плохо, то переписав его на микросервисы не факт, что у вас получится все хорошо. как-то так. я один или еще кто-то остался? что-то есть вопрос по поводу этих серий блогов, тот чувак с обещал обратиться в microsoft и спросить типа что за беда? да, были уже у него апдейты? что и почему? или нет? я честно говоря пока не видел ага и еще такой момент да, наверное это больше дополнение по поводу того почему Azure так работает ну вернее зачем Azure нужен consumption план не consumption план а service план я слышал мнение что так может выйти дешевле если у вас есть этот predictable load то есть если ты знаешь что у тебя там в среднем ну там 10 тысяч выполнений в день да, то ты себе делаешь апдсервис план и ты спокойно в нем живешь и он будет дешевле чем consumption план то есть это наверное одна из причин да я видел обсуждение на эту тему и все сводится к тому что скорее всего при постоянной нагрузке этот план все равно не очень хорош тут был вопрос по масштабированию и производительности тот же James Sager from the trenches сравнивал dedicated consumption планы и выходило так что dedicated получше ну вернее не получше а похуже consumption демонстрирует лучшую производительность ну и it depends видишь беда в том что посчитать сколько это будет стоить довольно сложно в случае с dedicated то за один сервер ты платишь 70 баксов за два 140 за 4 290 ну и как бы все есть у тебя нагрузка нет у тебя нагрузки ты все равно платишь эти деньги да то есть как бы тут не совсем понятен принцип нафига тогда функции ну да это это я согласен я тоже когда это было прочитал тоже задался вопросом потому что ну там он высказал предположение что потому что они догоняли AWS поэтому им пришлось сделать это на основе веб джобсов которые да 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 так и есть так и есть и поэтому оно так вышло да ну видишь им пришлось догонять не только Amazon потому что AWS два года назад их выпустила потом еще и Google и в итоге получается что Microsoft как бы в совсем 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 догоняющей позиции когда даже Google уже выпустил который не очень там сильно крутой клауд ну да один из но ну нужно было как-то ответить ну да нашел ответ Microsoft сказал что они уже работают над improvement ага ну может в тронтной версии да 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 но не могут ничего сказать по поводу того когда или что окей хорошо спасибо да спасибо за презентацию у меня есть маленький вопрос может я тебя немножко упустил в начале кто-нибудь проводил сравнение вот допустим скажем традиционный подход какой-нибудь вебапе приложения небольшого допустим интернет-магазинчика и аналогичный подход только на лямбдафункциях как это по стоимости то есть что будет дешевле и что дороже и может быть есть уже кто-нибудь проводил замеры то есть это будет дороже или дешевле использовать лямбдафункции замеров я таких не видел но все зависит от вашей посещаемости ну то есть каких-то там графиков как например тех же performance сравнений там еще не было таких вот серьезных исследований да по крайней мере я не искал может быть и есть можно поискать окей спасибо в чем тут штука смотри по прайсингу где тут эти слайды прайсинг а а я там не написал нифига окей 20 центов за миллион запросов все зависит от посещаемости сколько функций будут выполняться на один запрос магазина это очень сильно зависит от самого кода магазина то есть задеплоить просто так магазин построенный на функциях не получится потому что его придется сначала написать большинство существующих магазинов используют уже какие-то готовые решения которые ты конфигурируешь и деплоишь переписать их на функции это тот еще геморрой ну и я не уверен что оно окупится допустим будешь экономить 30 баксов в месяц стоимость работы девелопера обойдется тебе там в тысячу баксов чтобы переписать допустим не на магазин как пример если допустим новое приложение делать есть два варианта допустим использовать тоже в аббат или писать на лямбда сразу и вот в этот момент как сделать правильное решение тут стоит посмотреть на какой предполагается какая предполагается нагрузка то есть основная основной продажный поинт функций это их масштабирование то есть почти бесконечное в кавычках и очень быстро в случае с автоскейлингом да мы можем настроить правила масштабировать количество инстансов но оно все равно не будет настолько гибким и по крайней мере маркетологи клауд провайдеров утверждают что количество функций функций по функциям будет дешевле в том плане что мы в любом случае когда у нас выполняется несколько серверов мы платим за эти сервера но они не используются на сто процентов никогда если они уже используются на сто процентов то это уже проблема потому что любые скачки это ошибки в случае с функциями это использование сто процентов всегда то есть ты не платишь за то что не используешь платишь только за то что используешь очень сложно посчитать потому что в частности одна из характеристик это гигабайт секунды то есть количество памяти используемой ну да нужны какие-то тесты спасибо для примера сейчас скажу не то чтобы это был магазин но вот есть такой сайт вот хлопцы занимаются тренингами подготовками клауда где-то потащить его побольше он довольно похож на магазин у них есть тут разные курсы можно их покупать смотреть бла-бла-бла все это построено целиком на лямбде и как они говорят сейчас это у них работает фактически бесплатно они укладываются в фритир прикольно ну многие многие сейчас для каких-то сайтов делают лямбды функции прочее для того чтобы автоматизировать какую-то работу есть есть такой чувак тройхант он для своего сайта настраивал этот как его интеграцию с клад флеером когда он видит что его кто-то сильно спамит то он лезет на клад флеер и блокирует айпишник через функцию простая маленькая функциональность но работает да функции очень удобные для каких-то оперейшн кроме того чтобы построить функциональность в частности если вы работаете с Azure с Amazon Web Services AWS то это фактически не надо даже ничего думать функции могут реагировать на практически все события которые есть в AWS и могут делать практически все с AWS поскольку вы можете написать код на Python вы можете использовать бота библиотеку которая дает вам доступ к REST API AWS то есть автоматизировать можно все что угодно не то чтобы это было знаешь ты тягаешь там квадратики и за пределами этих квадратиков шаг влево шаг вправо это расстрел ты пишешь свой код и можешь делать вообще все что угодно любые какие-то кастомные события то есть скажем мониторинг CloudWatch пришел аларм что у тебя там 78% это я утрирую такой пример это можно сделать настройками но пришел какое-то пришло какое-то событие о том что нагрузка довольно специфичная ты можешь на эту нагрузку отреагировать поднять больше инстансов поменять планы либо как-то еще среагировать перевести ресурсы в какой-то другой режим и все это то есть автоматизировать любые операции я думаю я думаю что с Azure Functions ситуация примерно та же за исключением того что у них немножко меньше интеграции если AWS коннектится до примерно двадцати сервисов то у Azure около десятка 10 до 10 до 15 немножко меньше еще один маленький вопрос получается если там цена идет за количество запросов то что получается неплохой вариант сделать одну гигантскую лямбдафункцию которая делает всего чем делать десяток лямбдафункций да но да но тут надо учитывать то что ну ты платишь 20 центов за миллион то есть за доллар ты получаешь 5 миллионов ну 5 миллионов это довольно много за доллар то то есть если ты там скажем час времени сэкономишь как ты думаешь сколько миллионов ты этим оплатишь сейчас своего времени времени свои работы а если ты запихаешь все в одну большую функцию то она будет похожа вот на мой последний слайд ну ну да на это получается типа если надо оптимизировать стоимость то есть допустим там системы 100 функций которые друг друга вызывают там на одной странице которую получают пользователи у меня там есть 10 запросов каждый на свою ленду функций да то если оптимизировать то получается один монолит который дешевле за пару лет сэкономит кучу денег получается какая то такая тенденция да да но если делать монолит тогда уже лучше делать его не на функциях потому что микросервисы и функции парадигма отличается тем что теперь у тебя запросы методов не просто вызовы методов не просто вызовы методов а вызовы через network со всеми сопутствующими приколами типа network latency network это штука ненадежная и ты получаешь в таком строе монолит на функциях все минусы микросервис подхода без плюсов дополнительный минус это сложность управления то есть когда у тебя монолит в одном в одном ну здесь да если ты в одной функции все пытаешься запихать то будет плюс минус нормально просто наши заказчики такие могут посмотреть дешевле сделать одну функцию монолитную вот делайте одну функцию зачем разбивать их на несколько это деньги стоимость эксплуатации ну тогда функции будут дольше выполняться со всеми вытекающими они будут больше загружать в память соответственно тебе будет эти гигабайт секунды больше капать это раз и по-моему я не знаю как Azure Functions лямбда имеет ограничение на размер пакета который ты можешь туда зааплодить то есть если у тебя там что-то появится достаточно большое то ты просто не сможешь задеплоить ну да безусловно какой-то какой-то миллион пакетов миллион зависимостей ты туда не загрузишь это раз во-вторых все правильно сказано да во-вторых и в-третьих это все нужно тестировать то есть каждый конкретный пример это тестирование то есть мы не можем сказать что ну возможно оно будет так возможно оно будет так мы часто пользуемся этим предположением но на самом деле мы не можем сказать действительно ли оно так пока не измерим то есть помог ли нам рефакторинг да бог его знает мы же не мерили один из одна из одна из фич например функций таких недокументированных это то что они я забыл об этом написать но сейчас добавлю что они шарят контекст между собой то есть если у вас есть какой-то контейнер был поднят когда когда я упоминал что Azure функции не являются потокобезопасными кроме того это означает то что они имеют доступ к контексту например вы загрузили в статик свойства что-нибудь и это загруженное в статик свойства контейнера будет доступно всем последующим вызовом функции то же самое в AWS ламбда единственное что там а не thread safe то есть контейнер в каждый конкретный момент выполняет только один запрос но следующий запрос получит его контекст то есть все статик переменные будут ему доступны и это можно использовать для кэширования то есть такой использовать встроенный кэш это больше хак чем на его best practice конечно то есть это не что это это